Если человек не понимает, о чем он молится и как, не может ли получиться так, что он может хулить Святого Духа, молясь на моих языках? Невозможно. Потому что то, что мы говорим языком, Бог смотрит на сердце. То есть, поэтому, если я, допустим, своему там, часто вот родители, допустим, там, ребенку говорят, дурачок ты мой, да, то есть, они же не это имеют в виду. Это, ну, используемая фраза любви, кстати. То есть, как бы странно это ни звучало, там, не вдаваться в подробности, откуда она взялась, да. То есть, соответственно, Бог смотрит на сердце. То есть, если я в этот момент люблю Бога, как вообще, ну, кому это в голову пришло, такой вопрос задавать, да. Вот. Но я так верю. Вот. Другое дело, это то, что, допустим, касается иных языков демонического характера, да. То есть, они присутствуют во многих культах, да, во многих восточных религиях. Допустим, они, я знаком, практически знаком с трансцендентальной медитацией, да, с мантрами и со всем. Это тоже иной язык. Это не просто так дается мантра. Мантра дается каждому человеку. Ее, как правило, гуру получает для тебя, когда ты науидиенцы с ним находишься. Он тебе дает эту мантру. И это некие звуки, которые ты, ну, благодаря которым ты начинаешь иметь астральный опыт. И вопрос в том, что если изучать глубоко вот это демоническое произграждение этих звуков, это может быть, ну, не знаю, имя какого-то духа или чего-то, которое начинает тебя вести. Это не святой дух. Но благодаря вот этим звукам, да, человек имеет конкретно, ну, даже, допустим, ну, иметь какие-то сверхъестественные, там, переживания и все. Просто дьявол все извратил. И сегодня в церкви очень мало мистического опыта. То есть, допустим, если мы даже берем, там, в Ветхом Завете, вот, посмотреть, огромное количество людей божьих, они именно руководились с нами. То есть, именно есть сны, которые ты посмотрел после, допустим, Рэмбо, да, когда там кровь и голову отрезают, да, а есть от Бога вещи. Вот, или, например, Иосиф, который стал министром экономики, да, благодаря тому, что он мог истолковывать. И подчеркну, когда говорится про истолкование, языки должны истолковываться, а не переводиться. А истолкование, вот, например, у меня есть дар истолкования, он происходит в виде картин. То есть, допустим, я молюсь на языках, и в этот момент вижу картин регулярно. И это я пришел к этому осознанию, что я могу потом целый час, я могу пять минут говорить на языках и целый час истолковывать. То есть, могу рассказать все, что я видел, потому что в этот момент не совсем ум остается без плода. Он остается без плода в порядке говорения, там, мыслительного процесса. Но вот твое подсознание начинает видеть картины, ты начинаешь, ну, видеть многие вещи. Допустим, когда Иисус говорит, посмотрите на они, как они побелели, он не просто про поля говорит. Он говорит про конкретные картины, которые он видел, и хотел, чтобы их увидели его ученики, да, посмотрите, да. То есть, он учил этому. А потом, что произошло, церковь превратилась, ну, в как бы некий такой какой-то институт, да. То есть, мы боимся постоянно, постоянно боимся. Это мне нравится, знаете, сравнение, когда один теолог поехал в другую страну для изучения иностранного языка, и пока он год бился над правильным произношением, его дети, там, 5 лет, 7, уже болтали там во всю, это, с иностранцами, потому что они не пытались говорить правильно, они просто пытались разговаривать. И здесь то же самое. Написано, что мы, находясь в теле, устранены от Господа. Соответственно, мы, как тусклое стекло гадательно, то есть, и, соответственно, нужно развиваться вот в этом мистическом опыте, в нормальном мистическом опыте, который там, потому что, когда говорится о Духе Святом, там упоминаются, помимо языков еще, видение, сновидение, да, и это не совсем галлюцинации, это конкретные вещи, благодаря которым, например, апостол Павел стал апостолом, там, ну и апостол Петр, допустим, пошел к язычникам, то есть, он видел спускающиеся с неба, там, животных, причем нечистых, вот, и там, если разбирать теологию, да, там не говорится в этом месте из Писания, что теперь можно есть свинину, потому что, там, для евреев, потому что, если Бог сказал, что я очистил, он говорил о язычниках, то есть, он ему иносказательно, показывая животных, это тоже иной язык, это как пантомима, Кирилл, это как бы, да, или когда скрипка плачет, или она смеется, и ты можешь сказать, в смысле, а где там буквы, а там нет букв, и там ум вообще без плода, потому что сердце в этот момент, оно слышит эту музыку, правильно, и поэтому, допустим, пение на языках, мне, ну, нельзя сказать больше нравится, но это вообще отдельная тема. Вот вы сказали, ну, мы это практикуем, по крайней мере. Да, вы сказали, мы боимся, ну, вот христиане, да, боятся, чего боятся? А вот того, с чего начался вот этот вопрос. Запугали. А вдруг хулишь? Не говори, не говори, вдруг хулишь. А вдруг это имеется, ну, какое-то демоническое происхождение? Ну, смотрите, это же все просто. Человек же пытается как-то найти какие-то берега, рамки, чтобы он мог себя, ну, как-то безопасно ощущать, потому что все равно то, что я слышал сегодня, все, что мы говорим, все равно как-то подчеркивается момент именно личного переживания каждого человека. Но он очень субъективен, этот опыт. Он лично каждого субъективен. То есть это не объективно, прямо вот должно быть так, или должно быть так, или должно быть эдак. Поэтому люди сомневаются, это нормально. У меня есть ответ. Давайте. Церковь, которая родилась в день Пятидесятницы, она заговорила на понятных языках. Да, апостолы заговорили. Это часто проблема. Почему? Потому что вавилонская проблема решилась. То есть Бог смешал языки. И вот даже вот в этой истории, если церковь началась с языков, но языки были неистолкованы. Они говорили конкретно на понятном языке, который они не знали. То есть кто-то говорил на греческом, кто-то говорил там, то есть он не знал этот язык, он просто на нем... И они величали Бога, прославляли, проповедовали на этом языке. Так проявлялось. Но потом что произошло? Да, вот, например, сегодня, когда мы читаем это место из Писания, мы начинаем притыкаться. А притыкаться-то не нужно. Нужно просто начать, ну, эту тему изучать, исследовать, да. Это точно как про 666. Я боялся в 19 лет, что мне печать поставят. До сих пор есть христиане, которые боятся. Они читают книгу Откровения, да. Во-первых, ее нужно начинать с первых стихов. Там написано это Откровение Иисуса Христа. Это не Сатана написал книгу, а это Откровение Иисус дал Иоанну, да. Но самое интересное, что в книге Иона, в книге Иова написано, что Бог ставит человеку свою печать. И когда, это в книге Иова, в самой первой главе в Библии, просто нужно Библию больше читать и чаще. Там написано, что Бог ставит свою печать, тогда зверь убегает. Вот для меня, когда я прочитал это место, я не боюсь уже 30 лет, вот как я стал христианином, я не боюсь, что у меня будет печать 666, потому что я знаю, что у меня стоит Божья печать. И это на уровне внутреннего, как бы, откровения того, что ты переживаешь, опять же, молясь на иных языках. Ирина, у меня к вам такой вопрос будет небольшой. Что бы вы посоветовали, вот, вы же молитесь тоже на иных языках, уже довольно давно, насколько я понимаю. Что бы вы, я спрашивал тоже наших предыдущих гостей, что бы вы вот посоветовали человеку, который вот сейчас приходит. Не знаю, была ли у вас трудность, вот просто у нас гости были сейчас, Светлана рассказывает, я полгода не могла заговорить на иных языках. Денис говорит, что тоже было какое-то время, вот, и вот потом вот сошел у меня Дух Святой, я начал говорить на иных языках. Но так или иначе мы пришли к выводу, что это определенное учение, то есть кто-то был так научен, кто-то так научен, кто-то ждет какого-то особенного переживания. Вот, а кто-то ничего не ждал, просто взял и начал, и говорит, что бы вы вот посоветовали, порекомендовали, какое бы вы учение сказали человеку, вот сейчас, который говорит, я хочу молиться на иных языках, хочу получить крещение Святым Духом. Что бы вы ему сказали, чтобы, может быть, избежать каких-то ошибок. Я думаю, что самое главное, это жажда должна быть, вот, огромная, огромная, потому что вот на моем опыте, я в церковь пришла, когда мне было, ну, ко Христу, мне было 15, и я видела, как мы шли на конференцию, девушка заговорила прямо в метро, просто закричала, и у нас большая группа людей шла, она, ой, я заговорила на языках, и просто, ой, на языках говорила. То есть кто-то так, у нас проходят эфиры, тоже молитвенные мы делаем по средам, вечером, и нам потом свидетельство говорит знакомая, она говорит, мы просто с дочкой включили запись эфира, и я начала молиться на языках, дочка в первом классе ходит, ну, тоже просто ходила, как бы в этом присутствии, и просто заговорила на языках. И самое главное, это просто жажда, должна быть огромная, невероятная жажда, и просить у Господа, Господь, дай мне это. По-моему, у нас тоже ребенок Мартин, да, говорит на языках, он тоже как-то нам сказал, а я тоже молился на языках. То есть мы, вот особо, за меня лично, вот, когда я пришла на собрание первый раз, за меня молились, как это раньше, вот, в пятидесятнических церквях, там, окружили, там, как-то молились. У Вадима, по-моему, это просто на собрании произошло. То есть, если ты не заговоришь на языках, то ты не спасен, ты не попадешь на мир. Да, то есть у нас было такое учение, и поэтому мы этого ждали очень сильно. То есть, поэтому ревность была, ну, чрезмерной, скажем так, вот, но параллельно, да, то есть я лично наблюдал многократное, да, излияние Святого Духа, ну, как бы, вот, вот, как Иринка говорит, да, то есть это происходило на улице, в троллейбусе, это происходило, когда человек просто спит и просыпался от того, что он говорит, да. Вообще не в стенах церкви, да, абсолютно, ну, опять же, когда человек спит, ну, то есть, я думаю, что-то приснилось, да. Нет, ну, в церкви тоже люди спят, там, нет, 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 нет дома, дома ночью, да, вот, но, опять же, то есть, когда мы сегодня, допустим, говорим о том, что человеку нужно знать английский, да, даже у христиан, к сожалению, это, ну, они больше хотят говорить на английском, чем говорить на языках, если мы будем просто, ну, культивировать эту культуру, да, что это здорово. Но они не совсем понимают, зачем, для какой цели? Почему? А потому что, ну, не разъясняют, это как со столкованием. Сегодня почему малое столкование? Почему малое столкование? Потому что мы не исследуем эту тему, мы ее боимся, мы боимся ошибиться, мы боимся выглядеть непонятыми, там, да, и, соответственно, к чему? Я думаю еще, знаешь, что мы об этом и не ревнуем, потому что, например, когда мы ехали и, ну, обсуждали с Вадимом, пока ехали до эфира и говорили, я такая говорю, слушай, а я никогда даже и не молилась, чтобы у меня был дар истолкования. Хотя в писании написано, если молишься на языках, молись о даре истолкования, да, то есть об этом тоже надо ревновать, так же, как о языках. Допустим, вот, опять же, я сейчас не про истолкование скажу, да, то есть я ревновал, то есть у меня были видения, да, на самом, вот, моем раннем, так скажем, этапе христианства. И потом из-за того, что некоторые видения были неправильно истолкованы мною или кем-то, да, то есть я напугался и просто перестал вообще вот это развивать. Ну, а что такое видение, да, это, ну, некие тренировки подсознания, скажем так, то есть нашего духовного существа, потому что это просто скафандр, да. Мне кажется, что некоторые христиане даже таких слов боятся, подсознание вообще, просто скажи кому-нибудь такое подсознание, вот, ну, как, это же вообще, это оттуда, из мира. Атаковано, если вот за этим вот столько, ну, бьются, да, значит в этом есть что-то, что еще, может быть, мы до конца вот не понимаем глубину этой важности. А почему бьются? Потому что, опять же, в Писании написано, что когда Дух Святой на вас сойдет, вы примите силу, будете говорить на языках, то есть это определенная сила, поэтому, конечно, за эту силу такая вот борьба идет, чтобы у нас ее не было, дай бог. Хотел спросить, почему так малостолкователи, но вы уже сказали, потому что мало исследуют эту тему. Ну, хотя вот, я так понимаю, что вы исследуете тему. Я много сейчас тем, то есть я сейчас как раз нахожусь в той стадии, в той стадии в том, что, ну, может быть, ты будешь смеяться, Кирилл. Я? Может быть, я буду. Но когда я проезжал мимо башни в Санкт-Петербурге, да, я вспомнил про Бавилонскую башню, про то, что башни просто так не строят, а сейчас хотят построить вторую башню. То есть человечество развивается в другом направлении, хочет кому-то что-то такое. Зачем самая большая башня в мире? Можешь мне объяснить? Никто не может сказать. А там написано, чтобы сделать себе имя. Ну, почему? И богу это не нравится. Но когда строятся башни, это значит, мы живем в то время, когда Дух Святой будет изливаться точно так же на людей. В метро, в троллейбусах, в автобусах, на Дворцовой площади, даже когда они не ожидают. Я, например, в 19 лет пережил крещение Духом Святым, не планирую этого. Не планирую. Но мама моя стояла на коленях и по несколько часов молилась за меня только на языках, потому что она говорит, я не знаю, о чем молиться вообще по-русски, да, просто молилась на языках, стояла на коленях. А я за ней подглядывал, понимаешь, вот, подглядывал, заходил в свою комнату, включал депешмот, брал банку пива, знаешь, и одевал наушники. И у меня там свой был мистический опыт, да, вот, но что произошло? Произошло то, что произошло. Я пришел на собрание, и на меня сошел Дух Святой, потому что на этом собрании я реально пережил покаяние. Я просто вот, ну, отдал свою жизнь Богу, потому что я возненавидел то, как я жил, как я живу, да, и я родился свыше. И мой опыт начался с этого. Но из-за того, что я не осознал, я вот рассказывал, да, до эфира, я это не осознал, на следующий день я попал на свадьбу к своему другу, там, и там, естественно, была такая нормальная свадьба, да, вот, и я не помню, как я оказался дома, да, вот, после этой свадьбы. И утром, когда я проснулся, я не смог говорить на языках. И в этот момент я, ну, мне стало страшно. Я подумал, что я согрешил, там, грехом к смерти. Ну, то есть, ты не знаешь ничего вообще, но вдруг у тебя это было, и вдруг у тебя этого нет. Я целую неделю, так интересно, целую неделю, я стоял на коленях, плакал, я не хотел есть. Мне вот, например, сегодня говорят, ты практикуешь пост? Я говорю, да. Но для меня тот этот был самый первый, самый важный, самый глубокий пост. Я не хотел кушать, потому что я боялся вообще, что со мной происходит. И неделю, я пытаюсь, у меня не получается. И в воскресенье, когда видят чашу моего вот этого покаяния, да, наполнилось, я заговорил на языках, опять же, в церкви, на воскресном собрании. И что, с тех пор, это уже 30 лет, да, вопрос алкоголя, не то, что там можно христианам или не можно, там, по праздникам, не по праздникам. Когда написано, что не упивайтесь вином, от которого бывает распутствие, исполняйтесь своим духом, мне это понятно. То есть, я понимаю, мне алкоголь не нужен уже 30 лет. Почему? Потому что я пережил свой личный мистический опыт наполнения своего сосуда чем-то, чем он раньше не был заполнен. Именно из-за этого люди, суицид у них там, депрессия, даже страх, понимаешь? И вопрос в том, что не то, что я, допустим, помолился вдруг на языках. Знаешь, как иногда люди тебе поставили иконку в машину, типа, Бог меня защищает. Не в том плане, когда я помолился и Бог меня защитил, а в том плане, что я перестаю бояться. Я живу в другом как бы измерении. Вот суть. Субтитры подогнал «Симон»